Всем доброго времени суток, с вами шахматный клуб Феникс, а именно в данную минуту Дмитрий Анисимов, конкурс на лучшую партию месяца продолжается, лучшая партия декабря. И на этот раз партию нам прислал Артур Бурюклян, он играл белыми в Рапид, то есть это быстрые шахматы, против Сергея Рахматулина 30 сентября этого года. Д4 пошел Артур и делаем первые ходы, и мы видим, что у нас староиндийская защита. Слон Е2 по классике, и черные сделали редкий ход, они сыграли конь С6. Основное тут это Е5 продолжение за черных, и тут все держится на такой тактике, что белые не могут выиграть пешку Е5. ДЕ, тогда просто ДЕ, Ферзь Д8, ладьер Д8, конь бьет Е5, но конь бьет Е4. Конь бьет Е4, черные отъели пешку, черный конь под боем, но также под боем и конь Е5 у белых. И как-то против меня, в Блиц, думали-думали, решили, если уж наш конь под боем на Е5, то почему бы нельзя его отдать на Е7 подороже? Но это явная ошибка, после слона С3 шаг, забрали коня, у черных лишняя фигура. Конь С3 нападал на коня Е4, а вот такой темповой размен на С3 позволяет черным выиграть фигуру. Но это кооператив, конечно, так белым делать не надо. После конь Е5, конь Е4, просто взяли-взяли, ну и белые ничего по дебюту не получили. Абсолютно материальное равенство, сильный чернопольный слон, ферзей нет, абсолютно равная позиция, такая чутка скучноватая. Но это не то, что хотят белые получить по дебюту. Так, после Е5 основное продолжение это два ноля за белых. И конь С6, провокация на Д5, белый ходит Д5, конь Е7. И тут уже большая теория, белые развивают инициативу на ферзевом фланге, черные убирают коня на Ф6, который мешается, на Е8, на H5, на Д7 и толкают Ф5. Вот такая борьба. Вторая идея на Е5 за белых это пойти Д5, система Петросяна. В чем идея? Если черные играют шаблонно вот эту схему, то есть они играют А5, пешка А5 отнимает поле Б4. То есть белые не могут сыграть Б4 и ведут своего коня через А6 на С5 или конь Д7 на С5. Белый ходит слон Ж5, черные продолжают шаблонную игру, конь идет на А6, потом на С5. Но конь Д2, конь С5, слон Е3. Вот та позиция, к которой стремятся белые. В системе Петросяна вот такая связка фигур. Конь Д2, слон Е3 дает белому большой перевес. Фишка в том, что белые часто вообще не локируют. Они играют А3, Б3, Б4, Ф2. Там коня ведут на Б3 и вообще не локируют, ставят короля на Д2. Один из планов. Король на Д2 будет себя чувствовать спокойно. Центр заперт, значит его достать нельзя. А белые просто развивают инициативу на ферзевом фланге. А благодаря тому, что король остался в центре, у черных нет атаки на короля. На королевском фланге, потому что там тупо нет белого короля, вот и все. Ну или белые могут просто локировать, и там тоже хорошая позиция. За счет вот такого расположения фигур, черным тяжело провести атаку на королевском фланге. К чему я это веду? К тому, что черные сыграли Конь С6, Д5, Конь Б8. Вот черные спровоцировали такое продвижение Д5. Теперь черный Конь опять-таки устремляется на С5. Либо через А6, С5, либо Конь Д7, С5. И предварительно, конечно, черный сыграет А5. 2-0, Е5. И получилась та же самая позиция, про которую я только что говорил. Система Петросяна, но белые уже сделали рокировку. Это, конечно, явно выгодно в пользу белых, потому что лишний темп они потратили на полезный ход на рокировку. Есть план с королем на Д2, есть план с короткой рокировкой. Тоже неплохой. Итак, слон Ж5, вот, как в системе Петросяна. Черные сыграли А6, это правильно. А вот явная ошибка, как я уже говорил, будет А5. Конь Д2, Конь А6, Конь идет на С5, но слон Е3. И опять-таки белые все, что хотели, они сделали. Они такую связку фигуры сделали. И опять-таки просто А3, Б3, Б4 развивают инициативу на ферзевом фланге. А черным трудно вот именно в этой системе, вот в этой структуре, начать атаку на королевском фланге. Так, это мы посмотрели. На слон Ж5, Конь Д7 есть в ход, но после Конь Д2, А6, слон Е3. То же самое. Потому А6, слон А4, тут был обязателен в ход, Ж5. Ж5 ходит в системе Петросяна. Это очень важно. И после слона Ж3, там своя большая теория, я не буду рассказывать. Это вы можете посмотреть у Явсаныча, есть видео, так называется, Староиндийская защита, система Петросяна, две части там. Как, чего, куда, там все рассказывается. Но, после слона Ж4 было сыграно Конь Д7, это неточность. Конь Д2, Ферзь Е7, непонятный ход. Потому что непонятно, что черные делают. Вот Ф3, Артур по плану играет, сразу видно. Слон идет на Ф2. На Ф2 он будет так же хорошо стоять, как и на Е3. Идея такая же. Абсолютно. С поля Ф2 он ведь так же поддерживает движение Ц5, как и с поля Е3. Ж5. Вот теперь Ж5, но это уже не то. Потому что слон убегает. Слон Ф2. Его нельзя разменять с ходом Конь Х5. Так, давайте вот посмотрим. Вот, слон Ж3, Конь Х5. И слон чернопольный не убегает. При этом развитии событий. А вот в этой структуре слон спокойненько убегает на Ф2. Вот, убежал. Конь Х5. Но слон тоже на Ф2. И Артур пошел ладья Е1. Я бы, играя белыми, сразу полез бы Конь Б5. В чем идея? Напали на А7. Напали на С7. С поля А7 Конь нападет на слона С8. А этот слон так же важен, как и чернопольный. В стариндике он с места работает по диагонали С8, А3. И поддерживает наступление черных на королевском фланге прям с места. Что делать? Если сыграть А6 и Конь С7, попытка заловить Коня. Коню вот сейчас конкретно с поля С7 некуда убегать. Но нечего бояться. Итак, ладья Б8. Черную увели ладью. И где-то там собираются поймать нашего Коня. Но они это не успевают сделать. Потому что, конечно, С5. С5. Вот. Очень пригодился нам слон на Ф2. Теперь рассмотрим слабый ответ. ДС. Конь С4. Белые вставляют Д6. У них великолепная позиция. Так делать не надо. На Конь бьет С5. Ходим Б4. Опять, с первого самым неудачным. Посмотрим. Ферзь бьет С7. Тогда мы просто бьем. Взяли. И несмотря на то, что у Ченых лишнее пешка. У белых очень сильная проходная по линии Д. Очень сильная. И также у белых шансы развить инициативу на ферзевом фланге. Пристать к пешке С. После Б6 к пешке А6 или Б6. То есть компенсация за пешку тут полная у белых. Так это мы посмотрели. Что еще? На Б4 может показаться, что у нас Конь под боем. И у них. То есть можно сыграть, например, Конь бьет Е4. А дать Коня подороже. Но это явный зевок. Потому что просто ФЕ. И Конь-то на А5 висит. В итоге белые остаются с лишней фигурой. Но это тоже кооператив. Конечно. Я так подумал, наверное, сильнейшие все-таки сыграть это Конь А4. Взяли. Взяли. Ладья Ц1. Материальное равенство. Но инициатива белых на ферзевом фланге уже ощутима. А то, что хотят черные на королевском, пока не очень видно. Атака еще даже не началась. Так. Ну, на Конь А5 было сыграно ладья Е1. Идея в том, что на Конь А4 автор заготовил отход слона Ф1. Слон с поля Ф1 плотно так стоит. Охраняет короля. Охраняет пункты Ж2, А3. Но, я думаю, можно спокойно этого слона сдать. Он плохой. Потому что пешечный клин, как мы видим, по белым полям. И этому слону тесно в такой структуре. И можно сразу начать активные действия. Б4. Идея где-то С5 сыграть. И также Б4 не пускай коня на С5. Если черные пытаются сыграть А5, провоцируют белых на Б5. Что, конечно, будет ошибкой. Конь на С5 как встанет и будет неприятно. Но просто А3 побили, 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 побили. Конь Е2, Конь взял Е2. Дальше. Конь Б3, ладят С1 и С5. План белых вполне ясен и понятен. А вот игра черных запаздывает. Но было сыгрено слон Ф1 плотно. Но все-таки рапид. Быстрые шахматы. И хочется иногда сыграть поплотнее. Так, Конь Ф6. Конь Ф6 сыграна. И вот мы видим пешечный клин. Я его опять выделил. Те, кто смотрел мои ролики с Олегом Саламахой. План шахматной партии. Там была тема. Пешечный клин. И чтобы с ним бороться, его надо подрывать с фланга. Либо ходом С6, либо ходом Ф5. Но сыграв Конь Ф6, черные теперь не могут сыграть Ф5. С6 тоже плохо играть. Потому что белым выгодно вскрытие линий на ферзевом фланге. Потому что там их не игра. Поэтому явно видно, что черные делают что-то не то в этой партии. И поэтому они, конечно, заслуженно проиграли. Итак, Конь Ф6. Б4. Опять все по плану. Х5. Черные пытаются начать атаку на королевском фланге. С5. Ж4. Конь С4. Конь С4. Слон. Черных сейчас вскроется. После ЖФ. И потому я не очень понял следующий ход черных. Они сыграли слон Д7. Зачем этот ход был сделан, если с поля С8 он так же и с такими же функциями работает, как и с поля Д7. Его функция поддерживает наступление черных по этой диагонали, что я выделил стрелочкой. Потому что можно сделать другой полезный ход в этой позиции. Например, не знаю, например, Конь Е8. Давайте сделаем его. Конь Е8. Конь защищает пешку Д6. Защищает пешку С7. И готовится ход Ф5. Вполне логичное решение именно вот так сыграть. Слон Д7 это просто ходьба на месте. Бесплановая. А4 пошел Ахтур. Вот я бы сыграл бы вместо А4 такой ход с Ж3. Может показаться странным, зачем мы толкаем пешки там, где нас атакуют. Делаем слабости. Но идея конкретная. Это если черные хотят вот так залезть, то на этом атака их заканчивается. На А4 сюда будет ход Ж4. Игры никакой не просматривается на королевском фланге. А белый просто ходит А4, А4, например, Ж4 и все. Конец атаки. Теперь дальше белый, только белый будет играть на ферзевом. Так, это мы посмотрели. На А4 слон А6. Опять-таки. Такой шаблонный ход. Часто в стриндике слон переводится именно на эту диагональ. То есть видно, что черные что-то учили. Эти планы пытаются проводить. Типичные для стриндики. Но система Петросяна чем неприятна для черных. Типичные стриндийские идеи в ней часто не прокатывают. Б5. Пошел автор. И вот тут я не согласен. Можно пойти Ж3. Та же идея. Если конь А3, то побили, 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 побили. Конь Б5. И проблема. А7 висит. Д6 висит. Что делать? Надо брать. Когда побили, побили. На А7 зависло. Конь на С4. Очень неприятно. Его невозможно сейчас согнать. На ладья С8. Просто Ферзь Д3. А6 висит. Ученых большие проблемы. Белые первые успели навязать свою игру на Ферзевом фланге. Конечно, на Ж3 можно пойти Конь Ж6. Но тогда уже можно приступить. Ну, то же самое. Исполнить там. Конь Б5. Или сперва пробить надо 6. Ну, ладно. Этого не было. На С6 сыгранно было Б5. Б5. Идея в том, что на взятии пешки, а черные взяли пешку, последовало Д6. Тут довольно-таки интересная идея была слона С4. Сыграть белыми и подвязать коня Е6. Но дальше эта идея была исполнена. Итак, Д6. Белые отдали пешку, но прокинули пешку Д. Взятие. Взятие. Ферзем. Несмотря на то, что белые без пешки, но тут игра далеко не в пешке. Потому что черные ничего не успели. Побили, побили. На Б7 повисло. На С5 висит. Б6. Вполне логично. Вот. То, о чем я говорил. Слон А4. Напали на коня Ф6. Черные защитили его ходом Король Ж7. Ладья Д1. Белые нацелили ладью на слона Д7. Конь Ф6 защищает слона. И где-то есть такой мотив. Слон Ф6. Король Ф6. И там как-то добраться до слона Д7. Это, конечно, легко отражается. Но просто мотив такой. Итак. Слон Е6. Сыграли черные. А5. И Король Ж6. Но это уже явно что-то не то делают черные. Конечно, следовало сыграть, например, Ну, не знаю, ладья Д8. Как-нибудь так. И это явно лучше. Потому что Король Ж6. Явно не туда. И последовало, конечно. То есть не конечно, а последовало слон С4. А следовало, как раз таки, конечно, сыграть АБ. Побили, побили. И ладья А6. Теперь, если взять на А6 ладьей, то пешка А6 доставит много проблем черным. Поэтому это будет просто самоубийство. Ну, если взяли, взяли. Конь Д7. Защитили на Б6. Еще и на Б6 висело ведь. Тогда. Конь С4. Продолжаем нападать. На Б6. Что делать, непонятно. Если. Черные, например, возьмут. То слон С4 повис. Конь на Д7. Отходит. Летит на Б6. Так, это посмотрели. Ну, если сыграть, например, ладья А6, то мы бьем и толкаем пешку А ферзи. То есть место хода. Слон С4, как было сыграно в партии, по-моему, явно сильнее была АБ. Которая, по-моему, сразу выигрывала. У ученых большие проблемы, как мы убедились. Ну, слон С4. Побили, побили. Слон Ж5. Побили, побили. Смотрите, куда уже вышел. Черный король. А это рискованная затея, потому что линия Ж открытая. Король Ф2. Ладья А. АБ8. Ну, вот, черные защищаются. Защищают пешки, но... Вот уже игра не в пешке, они забыли о другом важном факторе, который мы скоро увидим. Побили, побили. Ладья А7. Нападение на Ф7. То есть сейчас слон Е6 защищает, но если белый выстранят, то начнутся проблемы по седьмому ряду. И черные вот тоже так подумали. Игранная партия, как я говорил, в рапид. Может времени мало. Побили, побили. Повисло на Е5. Как держать? Конь Ж6. Кажется логично. Потому что если сыграть так, то это зевок пешки Ф7. Поэтому так. Побили. Черные сыграли конь Ж6. Так защитили на Е5. Тогда конь Д6. На Е7 продолжает висеть. И последняя ошибка. Ну как ошибка? Позиция черных уже тяжелая. Очень тяжелая. На Е7 висит. И, видимо, в цветноте черные решили, что сыграв конь Х8, они держатся. Из последних сил. Но держатся. И зевают красивую такую атаку белых на короля. А именно ладья Ж1 в шаг. Ладья Ж1 в шаг. И что делать? А выбора уже нет у черных, как ни странно. Если король Х6, тогда конь Х5 в шаг. Король Х7. Ладья Ж7 мат. Это мы посмотрели. Так, дальше. На ладья Ж1, если сыграть король... Ой. Если сыграть король Ф4, тогда конь Е2 мат. Куда еще? Если король Х4, то мы сейчас увидим, чем это закончилось. И следовало тут уже отдавать фигуры, но это отчаяние. Белый просто с лишней фигурой. А в партии последовало король Х4. И сейчас мы увидим, как красиво все закончилось. Форсировано. Конь Ф5. Король Х3. Ладья Ж3. Король Х2. Ладья Ж2. Шаг. Король Х3. И такое симпатичное возвращение ладьи. Ладья А1. С угрозой мата на Х1. И защиты нету. Защиты просто нет от мата. Но можно там конь Ж4, побили, побили. И ладья Х1 мат. Вот такую вот партию сыграл Артур Буеклян. Надеюсь, вам понравилось. А на этом все. Всем пока. С вами работал Дмитрий Анисимов. Субтитры сделал DimaTorzok.